Здравствуйте, в эфире Финтаймс и Карбарен 21. Я Фарид Ашрал. Вы рассмотрим основные темы нашего выпуска. Строительство железной дороги Карс-Игдыр-Нахчеван обеспечит поставки производимой в Нахчеване продукции на внешние рынки. Окупация Ходжалы нанесла ущерб Азербайджану на сумму более 170 миллионов долларов, заявлений МИД и Генпрокуратуры. Коронавирус из Китая угрожает мировой экономике потрясениями, превосходящими кризис 2008-2009 годов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с советником заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по энергетической дипломации Курта Данелли. Делегация прибыла в Азербайджан для участия на шестом заседании консультативного совета Южного газового коридора, который состоится 28 февраля в Баку. Как отметил президент Азербайджан Ильхам Алиев, объемы поставок планируется постепенно увеличивать за счет добычи газа как на Шах-Денис, так и на других месторождениях, которые находятся на стадии разведки или на заключительной подготовительной стадии. Все работы продвигаются по графику. Каждый год мы подводим итоги проделанных работ и планируем предстоящие работы. Мы наблюдаем очень серьезную работу по реализации проекта Южный газовый коридор, который приближается к финальной стадии. Надеемся, что к концу года все работы будут завершены. Как вам известно, мы поэтапно осуществляем запуск проекта. В 2018 году мы провели торжественное мероприятие и официально объявили о запуске Южного газового коридора. Естественно, затем состоялось важное мероприятие по проекту ТАНАП, который в ноябре прошлого года достиг границы Европы. Это позволит нам еще больше экспортировать природный газ Шах-Денис из других месторождений. Энергетика, транспорт и финансы, подписание ряда важных документов. Накануне в Баку состоялось восьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. Предполагается прокладка железной дороги из Турции в Нахчеван, а также газопроводы из турецкого Игдыра. Среди документов, которые подписали в Баку по итогам восьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, меморандум о взаимопонимании по проекту Карс-Игдыр-Нахчеван. Как ожидается, строительство железной дороги оживит поставки продукции, произведенной в Нахчеване на мировые рынки. В целом, по итогам 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией приблизится к 4,5 миллиардам долларов. Цель двух стран – достичь 15 миллиардов долларов товарооборота к 2023 году. Еще одним важным фактом является прокладка газопровода в Нахчеване до границы, а также от Игдыра до границы. В результате строительства 160-километрового трубопровода Нахчеван обретет еще более благоприятные возможности, станет еще сильнее, получая поддержку как из Ирана, так и из Турции. Считаю это важным шагом в энергетическом секторе. Прокладка инфраструктуры начнется и в связи с железной дорогой, и, естественно, в скором времени завершится. Соглашение о поставках газа из Турции в Нахчеван и строительстве газопровода стороны подписали еще в 2010 году. Предполагаемые объемы прокачки – 500 миллионов кубометров в год на бесплатной основе. На сегодняшний день стороны успешно реализовали ряд проектов, среди которых железная дорога Бакут-Билиси-Карс, а также трансанаталийский газопровод. Азербайджан и Турция также рассматривают возможности расширения операции в финансовой сфере. В настоящее время в Азербайджане работают около 4000 турецких компаний, которые осуществляют более 300 проектов на сумму 16 миллиардов долларов. К тому времени Азербайджан вложил в экономику Турции инвестиции в объеме 18 миллиардов долларов. Турция в Азербайджан – 12,5 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года мы отметили в Турции полное завершение ТАНАП. Это основная часть южного газового коридора. Уверен, что до конца этого года южный газовый коридор будет сдан в эксплуатацию. Как отмечают эксперты, подписание межправительственных международных договоров ознаменует новый этап взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией. Мне видится актуальным подписание соглашения о продолжении железнодорожного сообщения из Баку, Тбилиси, Карс в сторону Нахчевани. Это является для нас, конечно, историческим фрагментом, потому что эта железнодорога даст возможность непосредственно без полетов самолетов иметь сообщение с Нахчевани. С другой стороны, отменяются некоторые пошлины на некоторые товары, которые будут экспортироваться из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию. По итогам визита президента Турции в Азербайджан также были подписаны документы по сотрудничеству в сфере торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, военного сотрудничества, спорта, углублению медиаконтактов, а также взаимном освобождении от визового режима. Гюльнас Гасымова, Сибиси. Греческий разработчик плавучего терминала СПГ в Александрополисе Гастрейд продлил срок для компаний, желающих подать предложение до 10 марта. 20 компаний уже выразили заинтересованность в проекте терминала СПГ на сумму до 12,2 млрд кубометров газа в год. Это зарезервированная мощность для регазификации. Интерес проявляют такие страны, как Соединенные Штаты, Израиль, Катар и Алжир. Проект направлен на обеспечение газа на рынке Юго-Восточной Европы. Акционерами Гастрейд являются болгарский государственный газовый оператор «Булгар Трансгаз», греческая Депо, грузоотправитель СПГ «Газлок», румынская «Румгаз». Плавучий терминал СПГ предназначен для работы в рамках проекта «Интерконнектор Греция-Болгария», который предназначен поставлять азербайджанский газ в Юго-Восточную Европу с конца 2021 года. Цены на нефть меняются разнонаправленно. Как отметил накануне министр энергетики России Александр Новак, в ходе телепрограммы на Первом канале потребность в нефти сохранится еще как минимум 20 лет. Несмотря на то, что в мире будет рост доли электромобилей, это не грозит резким снижением спроса на нефть. Управление по рынку капитала Саудовской Аравии ждет годовые отчеты компаний до конца марта. По сообщению местных СМИ, Саудиорамку по-прежнему в числе крупнейших и дорогостоящих производителей нефти, в то время как большинство энергетических компаний страны несут убытки. По данным издания «Араби-21», в течение 2019 года 14 саудовских компаний понесли большие убытки. Убытки нефтехимического САБИК – 1,5 млрд долларов, объемы продаж сокращены на 73%. Между тем, по сообщению министра энергетики Саудовской Аравии, ОПЕК еще не приняло решение о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+, ввиду ситуации со вспышкой коронавируса. Мы общаемся друг с другом при каждой возможности, используем технологии для связи между партнерами. Генеральный секретарь ОПЕК принимает участие в наших конференциях. Мы также общаемся в общем чате. Наши идеи относительно дальнейших действий не заканчиваются. В Азербайджане сегодня траур. 28-я годовщина со дня оккупации города Ходжалы. По данным МИДа Азербайджана, совместно с Генеральной прокуратурой, материальный ущерб, нанесенный Азербайджану и гражданам страны со стороны Армении, превышает 170 млн долларов. В результате армянской оккупации в городе Ходжалы разрушены древние исторические культурные памятники. Зверски убито мирное население. О судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно. В результате Ходжалинского геноцида насильственному изгнанию подверглись 5379 жителей города. 613 человек, в том числе 63 ребёнка, 106 женщин и 70 лиц пожилого возраста зверски убиты. Восемь семей истреблены полностью, 487 получили ранения, 1275 были взяты в плен. О судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно. Ввиду захвата Ходжалы вооружёнными силами Армении, Азербайджану и его гражданам нанесён материальный ущерб в размере более 170 млн долларов. Американские фондовые индексы продолжают снижение на фоне распространения коронавируса. Американский фондовый индекс S&P 500 потерял около 1,7 триллиона долларов своей стоимости в ходе двухдневной распродажи на рынке. Доходности облигаций также снизились на фоне возросшего спроса инвесторов на защитные активы. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на фоне повышенных темпов распространения коронавируса за пределами Китая и связанных с этим рисками для мировой экономики. К этому времени общее число заражённых в мире коронавирусом превышает 81 тысячи человек. Более 2700 человек погибло, излечившихся свыше 30 тысяч. По сообщению Национальной комиссии здравоохранения КНР в стране более 78 тысяч заболевших. Наряду с производственным сектором Китая коронавирус повлиял и на электронную коммерцию, сократилось количество онлайн-продаж. Ограниченное движение и более тщательные таможенные проверки ослабили привлекательность Китая в качестве партнёра для бизнеса. По мнению официальных лиц Китая, после эпидемии производство и потребление вернутся к норме. Местные власти проводят ряд мер, снижены операционные расходы, усилена финансовая помощь, стабилизировано кадровое обеспечение. Это были главные новости мира финансовой энергетики. К этому часу оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30.